А какое кино вы в последний раз смотрели в кинотеатре? Вот Держу парей, это была не российская лента. Фантастические твари, они отбирают кассу у наших родных фильмов. И как же не взгрустнуть, когда до конца года кино в России остался ровно месяц. И так завершается этот эпический год. Как много было обещаний в начале. Самое время для того, чтобы подсчитать итог. Всего лишь месяц на то, чтобы наверстать упущенное. И вот обещания Минкультом данные выполнить. Было там много различных обещаний. Конечно, наводнить кинотеатрами маленькие городки. Это одно из главных программных обещаний. Ну а повысить кассовые сборы и вывести наши ленты в топы просмотров. Вот это основная задача, которой ведомство Мединского обещало справиться. Ну, давайте рассмотрим по порядку все эти достижения. Как же живется важнейшему из искусств в России свой год. Итак, тройка блокбастеров, главных лент этого года, которые больше всех заработали. Ну, как заработали? Потеряли меньше всех. Давайте проведем анализ сборов. Итак, фильм «Экипаж». Он единственный в плюсе, 850 миллионов рублей смог заработать. Если вычесть все затраченные деньги из заработанного, то вот как раз получается такая кругленькая сумма. Ну, было на что посмотреть. Вот и получается, эта лента единственный наш козырь за весь год кино. Дальше смотрим. Дуэллиант 500 миллионов рублей только в минусе. Не смогли они покрыть расходы на бюджет фильма. И ледокол также 470 миллионов рублей, к сожалению, со знаком «не плюс». Это что касается достижений проката. Здесь касса, конечно же, ушла в минус. Вот построить кинотеатры в малых городах. Это другое обещание. Там обещали, что вот те населенные пункты, где 100 тысяч человек проживают, будут со своим кинотеатром. Из фонда выделили на эту программу 705 миллионов рублей. В начале года говорили, построим 450 залов. А вот данные с осеннего совещания Мединского открыто. Пока что только 60 кинотеатров. И всего их планируется 143. Почувствовали разницу? Втрое меньше обещанного. Вот, например, последние работы. Город Нерча. Это Забайкальский край. Там на реанимацию кинотеатра потратили 11 миллионов рублей. Это из последних работ года кино. Поэтому, если поделить заложенную сумму в 700 миллионов на необходимые траты, получается, всего 70 кинотеатров могли открыть. Но не все потеряно. Есть надежда. И можно ставки сделать на 28 панфиловцев. Этот фильм «Старт» в кинотеатрах дал 24 ноября. И вот здесь, говорят кассиры, есть шанс, что выбьется он в положительную зону. Около 300 тысяч долларов смог он заработать только за первый день проката. Сможет ли этот показатель сгладить все те минусы, которые кино российское потерпело за весь год своего... Ну, не существования, а год российского кино? Большой вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...